Кто-то его уже открывал! Он открытый! Вот так. Если, кстати, вы хотите, чтобы получился какой-то блеск... Губы у меня сразу такие... Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет тест косметики Fixed Price, а именно карандаши. Один блеск вот такой и лаки. Это совершенно новое, то, что появилось у них. Раньше этого не видела, хотя, может быть, карандаши и были, но я никогда не брала. Кстати, кто любит матовые помады? Кто любит, чтобы не оставалось следов, рекомендации? У меня подружка Ленок, может быть, вы знаете, которая блондинка, она всё время пользуется карандашами, то есть она не признаёт вообще даже матовых помад, ничего, она очень любит карандаши, и действительно, они порой даже лучше, чем матовые помады. В этом мы увидимся сейчас. Также здесь один блеск, который я ещё не пробовала, то есть у меня были другие блески, и видео про блески вы наверняка видели уже. Здесь вот такой ещё блеск, тоже какой-то матовый. Мы посмотрим. Глосс Мега Волюм, он ещё, наверное, делает большие губы. Это я люблю. И вот таких два лака, лаки это новиночки, я взяла вот таких два цвета. У меня на ногтях френчик, и мы посмотрим, что делают эти лаки, как они хорошо наносятся, насколько насыщенные блёстки, мы это посмотрим. Давайте начнём с губик наших. Давайте начнём с блеска. Раз он один, мы сделаем вот этот вот блеск. Номер здесь вообще не видно. Лип Глосс Мега Волюм написано, и всё. Мега Объём написано. Нанести средство для губ. Способ применения, значит, нанести на губы в один-два слоя. Дать подсохнуть. Ага. Дать подсохнуть. Ну давайте попробуем. Я как всегда зеркало забыла. Кстати, зеркало розовое у меня тоже из Фикс Прайс. О, какое оно грязное. А, сына заляпал, да. Он брал его. Давайте первое, что мы попробуем, это запах. Запах ничего, я вам скажу. Был один там блеск, вонял безумно. Это приятный запах, мягенький. Кисточка, сейчас попробуем, как наносит. У меня сейчас губы очень сухие, кстати. Не знаю, зачем я это сказала. Так, наносится нормально. Такая длинная какая-то палка, кажется. Цвет ненасыщенный. То есть вы видите, да, какой? Цвет ненасыщенный. Цвет нематовый. Это реально как блеск. Такой блеск, знаете, как если бы с какой-то белесой, такой вот штучкой. Если бы мы накрасили прям каким-то жирным кремом даже, я бы так сказала. То есть цвета особо не видно. Но нам сказали, чтобы оно подсохло, да? Давайте подождем, пока подсохнет, что будет. Интересно. Губы у меня сразу такие бум. Посмотрим. Так, ладно, пока мы смотрим, давайте протестируем лаки. Хотела их в конце протестировать, но сделаем сейчас. Давайте начнем с серебрушек. Я просто нанесу на свои у меня ногти, покрытые гелем. Я выбираю не шелак, я выбираю гель. Сразу мои, да, лайфхаки. Потому что гель держится намного дольше. И все. Намного дольше держится. А так цена, в принципе, все здесь. Так, поднять крышку вверх. Поднять крышку вверх. Инструкция по применению. То, как блондинка, я тогда, помните, бьюти-бокс? Открывала тени. Три часа. Я бы крутила бы и крутила бы. Во. Вот такая штучка здесь еще. Первый раз такое вижу, честно говоря. Открываем. Зачем я это сделала? Все лаки так пахнут. На кисточке я вижу блесток немного. Давайте нанесем на пальчик. Вот это в один слой. Ну, в принципе, ничего так. В один слой. Сейчас чуть-чуть подсохнет. И мы сделаем второй. Делаем второй слой. В принципе, для разнообразия на Новый год можно наш френчик разнообразить. Вот такой получился второй слой. Теперь давайте попробуем другой лак. Сразу же. Сразу же, сразу же. Здесь такие блестки перламутровые больше. Все запечатано. То есть никто не пользовался. Никто не тестировал. Это я люблю. Вверх. Да. Открывайся. Вообще, нужно трясти лаки еще. Вы знаете об этом? Открывайся. Так. Ой, кстати, здесь очень красивый такой глубокий цвет. Не знаю, на кисти я сейчас покажу. Вот, как видите, да? С каким-то отливом еще. О, капля пошла. Крашу. Один слой. Ой, красиво, кстати. Ой, красиво. Не зря я выбрала вот этот. Вот, смотрите, на пальчики, да? Это один слой. Сейчас сделаем второй. Вот он второй слой. И знаете, мне кажется, что вот этот более интересно смотрится лак. Такие глубокие какие-то мелкие блесточки. Такой глубокий цвет имелось в виду. Вот. И вот по сравнению с этим, ну просто, да, серебрушка, да? Вот этот какой-то более такой интересный. Не такой броский. Не так вот прям дешево как-то смотрится. Мне вот этот нравится. Хотя серебрушка тоже ничего. В общем, можно экспериментировать там с этими всеми лаками. Да. Я одобрямсь. Одобрямсь, одобрямсь. И, кстати, знаете ли вы, чтобы лаки больше держались, нам нужно запечатывать крашек. Я говорила об этом или нет, я уже не помню. То есть, когда вы красите лаком, сейчас покажу наглядно. Вот вы накрасили, например, ваш ноготь, да? И потом вы просто берёте и запечатываете вот так вот край. Ну, как бы сейчас здесь понятно, что уже подсохло это. Но вы поняли меня, да? Для того, чтобы лак был вот здесь вот. Вот здесь. А-а-а, капля капает. Поехали дальше. Так, наш, наверное, подсох. Сейчас надо вытереть ногти, а то они будут мешать мне. Ну что, подсох, подсох. Как понять? Подсох, подсох. Что он будет делать? Ну, в общем, а-а-а. Не знаю, никакого эффекта сжения я не чувствую. Увеличились ли мои губы за то время, пока мы красили с вами ногти? Что-то я особо не заметила. Вроде бы отсохло всё. Не знаю, что скажете. Просто красивый, интересный цвет такой, но не более того. Губы огромными не стали. Как бы я об этом не мечтала. Стираем наши губки. Для карандашей я взяла влажную салфетку, потому что ей будет стирать намного удобнее. Итак, теперь мы приступим к тесту наших карандашей. Здесь у нас 5 карандашей, 2 тёмных, 3 такие более светлые. Давайте начнём со светлых. Яркие мы оставим посредине. Я буду красить и говорить вам, что это за цвета, что за номера. А вы будете ажио оценивать, что вам нравится, а что не. Всё запечатаны, все карандаши запечатаны, поэтому их нужно распечатать. Итак, первый карандашик это у нас фирма, кстати, QSO какой-то. И теперь мы начнём. Так, ооо, они выдвигаются, то есть совершенно не нужно нам будет... Они мягкие, походу. Выдвигаются очень вот так, ну... Как это? Очень неплотно выдвигаются, вот очень такая нестабильная, как бы я сказала, конструкция. Но зато не нужно брать с собой точилку, и в этом большой плюс. Давайте посмотрим, насколько они мягкие. Я почему-то карандашами всегда рисую больше. Когда я контуринг обвожу, у меня, само собой, получается больше. Ну, вы понимаете, что можно как обвести свои губы, так и карандашами, например, я крашу как помадой. Ну, вот как-то так. Мне кажется, очень красивый цвет. Да, он, в принципе, похож на заявленный, да? Все очень круто. Что нравится в карандашах? Не оставляют они следов. Обычно, давайте проверим с этим. Легкий, легкий след, но есть карандаши, которые еще меньше оставляют. Вот сейчас мы, если несколько раз поцелуем, как бы первый пигмент такой стерли, да, то тут уже ничего не остается. И вот такой карандашик для губ мне очень нравится. Это, в принципе, хорошая замена для матовых помад. Вот. Номер 125. Сильно приближаться не буду, потому что поставила фокус, чтобы не скакал он у меня. Итак, номер 125. Вот такой красивый цвет. Поехали дальше. Следующий мы будем использовать номер 113. Карандаш. Мне тоже кажется, это интересный цвет. Он более розовый. Тот более коричневый, а этот более розовый. Проверим. Вот такой вот у нас 113 номер. Кстати, пока думала, вообще, вы знаете, карандаши, они даже меньше места занимают в сумке. Их намного удобнее с собой брать. Вот, вместо матовой помады. Значит, вот такой цвет у нас. Тоже заявленный, в принципе, да. Очень похож на натуральный. Давайте также попробуем снять первую пелену. Мне очень нравится, хороший цвет. Если снять вот этот вот верхний слой, двумя поцелуями, получается очень натуральный розовенький цвет. Итак, поехали дальше. Мой рот уже какой-то, как будто я целовалась много. Следующий, возьмем вот этот розовый цвет. Такой самый яркий, я бы сказала, розовый. Это номер 115. Итак, накрасим. Смотрите, что получилось. То есть, понимаете, отличие, да, он такой прям яркий-яркий. У меня свет еще съедает цвет, да, но поверьте мне, он действительно очень яркий. Цвет 115, повторю, кто любит такие цвета, вот такой вот интересный. Поцелуй. И вот такой он красивый, нежный, розовый на губах. Поехали дальше. Осталось два темных карандаша. Итак, проверим, насколько они темные. У нас более в краснинку один уходит, такой бордо какой-то здесь похожий, а второй в коричневинку. Давай. Кто-то его уже открывал, он открытый. Офигели. Кто-то им красил уже. Сейчас я с салфеткой сниму этот верхний слой, которым красили. Как я не углядела. Кстати, если вы пользуетесь тестами где-то, то обязательно попросите влажную салфетку и снимите верхний слой. Вот так вот. Все. Все на салфетке верхний слой. Красим. Почему-то, когда красишь темные цвета, хочется ему левать, ему левать. Ну, лично у меня так. Вот так. Если, кстати, вы хотите, чтобы получился какой-то блеск, то вверху можно нанести просто гигиеничку, размазать все, и получится даже такая, ну, просто помада, да. А если просто карандаш, то получится матовая помада, которая не оставляет еще и следов. Очень красивый цвет. Это у нас был, который больше в коричневинку. Вот. Коричневинку. Он вот такой вот яркий, красивый цвет. Мне очень нравится. Зубы сразу-таки белые, белые, яркие. Давайте снимем теперь пелену. Два поцелуя. И вот такой вот он появляется, получается. Можно подкрасить немножко вверх. Да? Мне кажется. Вот так вот. Мне кажется, очень классно, очень классно. Я сказала какой-то номер? Это 117 номер. Выглядит он очень-очень темным, видите? То есть он на самом деле, может, и не такой темный. Хотя я же уже сняла верхний слой. В общем, 117. Я вообще довольна всеми. Мне нравятся карандаши. Эти можно вообще просто бросить в сумку. Дома ты красишь матовыми помадами, а если что-то где-то тебе нужно подкрасить, всегда взяла карандашик нужного цвета. Места мало занимает вообще. И действительно эффект очень хороший. То, что я люблю. Кстати, что еще хорошо, что карандаши, они стираются намного легче, чем стойкие матовые помады. Потому что все стойкие матовые помады, которые у меня есть, они стираются невозможно. Тяжело. И просто влажной салфеткой действительно тяжело будет сделать. Итак, у нас остался последний карандашик, номер 126. Более красненький такой. Ну, посмотрим. Вот такой вот у нас получился цвет от номера 126. Как видите, он вообще такой малиново-красный действительно. Ну, даже не красный, больше малиновый такой. Тоже интересный яркий цвет под определенную одежду. Сотрем первый слой. Вот так получается. Ну, вот как вы понимаете, вот эти вот, которые были у нас первые такие натуральные цвета, то есть они можно чуть понасыщеннее, можно снять вот так поцелуем первый такой слой. Получается вообще очень натурально. Кто ищет все время какие-то бледные-бледные цвета, может быть, можно воспользоваться. Карандаши действительно хорошие, пахнут они свежо, красят очень мягко и классно. Даже заретушевывать все вот это вот, полностью губу заполнять цветом. Очень удобно, потому что очень мягкие карандаши. Сколько, кстати, их тут вот интересно. Карандаша достаточно много. Конечно, если его использовать не просто по контуру, а использовать его с затушевкой, будет, конечно, меньше служить. Но мне кажется, это достойная замена матовых помад и за такую цену 50 рублей, по-моему, эти цены. Вот. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным для вас. Ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. И впереди еще много всяких тестов. Fixed Price начинает нас радовать. Надеюсь, к Новому году у нас еще больше порадует. В общем-то, бегите сразу и покупайте, пока есть, потому что я зашла в один и не было на самом деле вообще никаких вот таких вот карандашей. Поэтому, если вы их увидите, берите карандаши, не пожалеете. Опять я не расчесала все ресницы. Вот это все время, что просто... Может, вы не увидите? Так, пока. Пока красивая зацепка. Естественно, это тоже смысл. Все, мои хорошие, с вами была Селена Сы. Я очень рада была протестировать для вас и для самой себя эти карандаши. И все, я тогда с вами прощаюсь до следующего видео. Люблю вас, и все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok